Приветствую всех любителей шахмат! Финальный турнир Champions Chess Tour выходит на финишную прямую. Вчера состоялся первый полуфинальный день. И я хочу показать вам партию, сыгранную между восходящей звездой мировых шахмат Надербеком Абдусаторовым и американским гроссмейстером Уэсли Со. Итак, Надербек открывает партию ходом ферзевой. Пешки Уэсли отвечают развитием коня белой, захватывают центр. На доске разыгрывается отказанный ферзевый гамбит. Абдусаторов связывает коня Уэсли, защищается от связки. Белый открывает диагональ белопольнику. Черный заставляет определиться слона. Чтобы не тратить время на отступление, узбекский гроссмейстер меняется на поле F6, предоставляет противнику преимущество двух слонов. Дальше завершает развитие кавалерии. Черный уводит короля в безопасное место. Белый меняется на поле D5, нападает на пешку, нажимает на пехотинца B7. И на доске формируется Карлсбадская пешечная структура. Надербек завершает развитие, подготавливая эвакуацию короля. Весли переводит ладью на полу, открытую линию. После короткой рокировки играет конь D7. Абдусаторов освобождает дорогу пешки B, устанавливает контроль над полем E4. И может в дальнейшем провести атаку пешечного меньшинства. С целью довести пешку до поля B5, поменяться на C6 и создать сопернику слабости на данном участке доски. В свою очередь, американский гроссмейстер планирует контур-игру на королевском фланге и мечтает поставить мат вражескому монарху. Надербек пока отказывается от стандартной атаки пешечного меньшинства в пользу игры по центру. После хода кони F6 он впендюривает лошадь на поле E5. Весли пока занимается профилактикой на случай наступления соперника на херзевом фланге. Абдусаторов принюхивается к слабому полю C5. Весли со завершают развитие и белые создают кольцо Пильсбери. Как видим, гроссмейстер из Узбекистана играет жестко по всей доске. Преимущества двух слонов вообще пока не чувствуется. Мало того, эти животные на ограниченном пространстве очень неповоротливы и приносят дискомфорт не только себе, но и окружающим. Наконец-то Весли осознал, что для того, чтобы выпустить из загона своих хаботастых друзей, нужно попытаться вскрыть позицию. Черный готовит ферзь А5 с последующим по дрейвам C5. Абдусаторов препятствует этому мероприятию и готовится встретить ферзя с заботой и теплом. Ну что ж, сыграть ферзя 5 не получается, так что Весли со устанавливает пешку на это поле, препятствуя течку B4. Белый перебрасывает ладью на полуоткрытую линию, черный расчищает линию E и мечтает добраться до отсталой пешки E3. Зажим тем временем продолжается. Кольцо вокруг шеи и позиции черных неумолимо сужается. Здесь необходимо было пойти ладью C7. У черных позиция хоть и пассивная, но довольно крепкая. Вместо этого в партии американский гроссмейстер играет конь E4, возможно с идеей в дальнейшем расчистить линию E и все-таки подобраться к слабой пешке E3. Ну и пошла вода горячая, белый нападает на слона. Слоник убегает на поле D7, Абдусаторов пробивает на поле E4. Здесь выясняется, что слоник отобрать нельзя, поскольку белый меняется на поле D7, дает коневую вилку и тупо выигрывает качество. Так что в партии Выслесу отказывается от взятия на поле E4 в пользу удара на E5. Дальше он отыгрывает фигуру, и мы видим, что после массового истребления зоопарка, белые получили лишнюю пешку. В то же время мощный пешечный кулак на королевском фланге в любой момент готов полететь в сторону царской физиономии. Следующим ходом черный создает угрозу взятия на поле E4 с последующим ударом на E5. Надербек ванзе! Пешку раскрывая черного короля. Ну и после взятия коня и удара на поле E6, Абдусаторов проламывает двери в королевские покои. Оказывается, что в случае взятия на F6, белые нападают на ферзя, отвлекая его от защиты пешки. Если ферзь уходит на поле E7, то ладья в Таргариен на седьмую горизонталь. Дальше белые шахуют, играют ферзе 6 и черному королю крышка. Ввиду этого варианта американский гроссмейстер Уэсли Соф в партии играет ладья F8. Абдусаторов в любом случае нападает на ферзя, Уэсли предлагает размен сильнейших фигур. Надербек создает угрозу мата и на оборонительное ладья F7 переводит свою ладью на четвертую горизонталь. Соф освобождается от неприятной вертикальной связки и здесь необходимо было пробить на поле G7, а дальше пойти ферзе 2, продолжая атаку на раскрытую позицию вражеского монарха. Но к этому моменту на часах у гроссмейстеров оставалось примерно по полторы минуты при контроле 15 плюс 3. И Надербек Абдусаторов предоставляет противнику возможность выйти сухим из воды. Уэсли предлагает размен ферзей, белый уклоняется от данного размена, нападая на ладью. И здесь необходимо было защищаться ходом ферзи 7. В случае взятия черный меняется на поле F4, съедает пешку с хорошими шансами на спасение. Но наступающий на пятки Цейтнот сыграл злую шутку не только с Надербеком, но и с Уэсли. Он допускает ответную ошибку в партии ладья F8. Абдусаторов отвлекает ладью от защиты поля F7. Черным нужно было напасть на сильнейшую фигуру противника ходом G6. После взятия ни в коем случае нельзя забирать ферзя, ибо белый пробивает на поле F7, дальше объявляет шах, и пешка так или иначе проходит ферзи. То есть вместо взятия ферзя в данном варианте черным необходимо забрать ладью на поле F8. После хода ферзи опять пойти ладья F7. Ну и партия как бы продолжается. В нашем же поединке американский гроссмейстер допускает фатальную ошибку взятия на поле D8. Абдусаторов пробивает на F7, угрожая матом. Ладья G8 не поможет из-за хода ладья G4. И пункт G7 трещит по швам. Так что Уэсли дал какой-то предсмертный шаг. После отступления короля попытался защититься от мата, но Абдусаторов пробивает на поле D7. И ввиду того, что пешка проходит ферзи, на 36 ходу Уэслисо сдался. Итак, друзья, пишите в комментариях ваши прогнозы на этот турнир. Кто, по вашему мнению, станет его победителем? Ставьте лайки, делитесь видео в социальных сетях, потому что шахматы это круто. Продолжение следует...